Нет, я не сошла с ума. Это съедобные цветы. Да и вообще на этой сити ферме съедобное все. Здесь выращивают микрозелень. Что это такое и чем она отличается от зелени обычного размера? Содержание витаминов. Они более концентрированы в этом растении. То есть, если взять брокколи, то это в 30 раз больше витамина С, чем в латозном растении. Микрозелень не только полезнее, но и растет быстрее. Всего за 5-12 дней. Это самые молодые росточки высотой от 5 до 15 сантиметров. Успевшие помимо семидольных выпустить 1-2 настоящих листка. Горчица совсем маленькая, крошечная. Ну, буквально едут не от 3, наверное. Первую микрозелень Михаил попробовал вырастить дома на подоконнике больше года назад. А затем вошел во вкус. Сегодня на площади 57 квадратных метров 7 больших стеллажей заполнены микрозеленью. А ее здесь больше 30 видов. Горчица, ну вот опять же, да, это манголь. Манголь, которая небольшая, так называемый бэйби-лист маленький. Щабель, горох, амарант, мизуны, капуста всякие. То есть, у нас все. Посадить ее не так сложно, как кажется. Можно попробовать даже дома. Михаил грунту предпочитает минеральную вату. Считается, что это самый стерильный и механически стойкий субстрат. Ну вот такая вот она, так скажем, витаминки. То есть, в ней нет ничего. Она пустая. И мы уже сюда добавляем то, что конкретно нужно на растениях. Так скажем, витаминки. В месяц предприниматель продает около тысячи лотков. Среди покупателей – кафе и рестораны города. Заместитель главы округа Ирина Говорова побывала на сити-ферме «Росток». Обсудили планы по увеличению объемов производства, а также содействия в подборе нового помещения для расширения. После Нового года Михаил планирует переехать в помещение побольше.